В Сыктывкаре состоялась открытая тренировка игроков в национальной сборной по бенде. Напомним, 18 спортсменов прибыли в Коми накануне. На предстоящем чемпионате мира по хоккею с мячом эти звезды со всей России будут выступать под началом Павла Франца, главного тренера столичного клуба «Строитель». Как команда готовится к чемпионату, расскажет Евгений Стокас. Лед центрального стадиона Сыктывкара рассекает элита российского хоккея с мячом. Сборная России. Солянка, из Динамо, Водника, Енисея, Старта и других главных клубов страны. До чемпионата мира по бенде остается меньше двух месяцев и у команды есть что подтянуть. Последний сбор национальной дружины был в сентябре. Необходимо восстановить игровые связи и отработать стандартные положения. Очень важно для нас собираться вместе. Это сборная, где нужно каждый раз подтверждать свой класс, мастерство. И для чего мы собираемся – это выигрывать чемпионат мира. Поэтому тренируемся. Не первый раз все вместе собираемся. Знаем, над чем работать, как работать. Планировалось, что команда после Сыктывкара переедет на сборы в Швецию. Но из-за ковида их отменили. При финансовой поддержке правительства КОМИ учебный сбор в Сыктывкаре был продлен до 22 января. Созданы все условия. Отличный лед, отличное проживание и питание. Спасибо, что нам предоставили такую возможность. Для нас она очень крайне необходима, так как чемпионат моря мира будет проходить в городе Сыктывкаре. И эта адаптация нам очень, кстати, нужна. Что до чемпионата, подготовка к нему почти завершена. Остались последние штрихи. Как заверили в Минспорта КОМИ, только обострение пандемии или другой форс-мажор может испортить планы. Разрешение на проведение чемпионата в силу масштаба событий и количества болельщиков будет давать Федеральный Роспотребнадзор. Заключены договоры, вы уже вчера видели, на автобусы, на перевозки полностью. Подготовлена вся материальная база для того, чтобы здесь у нас с вами проходила трансляция Матч-ТВ. Подготовлены все гостиницы, также проживание и питание – это все с нашей стороны. Сегодня плотно работаем над программой открытия и закрытия. Уровень сборной России по бенде жители КОМИ смогут оценить на этих выходных во время контрольных матчей. Сыктывкарский строитель выйдет на лед против национальной команды в субботу и воскресенье. Оба поединка начнутся в 13.00. Евгений Стокас, Олег Костромин, Юрген.